Друзья, всем привет! Я продолжаю разгребать тот ужас, который творится в этой квартире. И если вы не в теме, то переходите на первое видео этого плейлиста «Адская квартира» и я там рассказываю, собственно, как мне досталась эта квартира и как оно всё выглядело в изначальном виде. Уже шестой день я здесь убираюсь и я сейчас на балконе нахожусь. Сортирую весь металл, он будет у меня находиться здесь. Здесь это какие-то противни, какие-то ложки, вилки. В дальнейшем, возможно, я буду это всё сдавать в металлоприёмник. Давайте я покажу, что мы уже сделали, что убрали. Зал мы особо не убирали, я больше занимался кухней, поэтому здесь до сих пор лежат вот эти банки. Я их хочу сейчас составить куда-нибудь к стенке, чтобы под ногами не мешались. А вот так выглядит кухня. Остался вот этот шкафчик. Тоже надо всё разобрать. Полезные штуки я буду складывать в пакетик, а ненужные я буду выкидывать. Вот, например, вот эта хрень. Вот зачем она мне? Ну, это отстой какой-то. Мельница для помола кофе. Ну-ка. Вот такое вот устройство. И вот так молит кофе. Это такой ручной гриндер. Прикольно, пока убрасывать не буду, оставлю. Молоко крови цельное сухое. Поскольку я понимаю, это сделано 8 марта 84-го года. Банка абсолютно целая. Пламбир домашний. Приготовленная 1 октября 77-го года. Тоже целая, тоже запакованная. Весы бытовые. Ещё один советский раритет. Весы. Вот я её прям даже оставлю вместе с коробочкой. Это всё пойдёт в наш музей полю чудес. О, я знаю, что вам покажу. Сегодня, когда моя мама разбиралась в этой комнатке. Так, и вот что она нашла. Вязальный аппарат. А? Как вам такое? Открываем и смотрим. Абсолютно новая. Ну, как новая. Ей никто не пользовался, потому что она вся в упаковочке. И что с ней я буду делать дальше, я не знаю. Но я её обязательно оставлю. А там далее уже всё порешаем. О, можно кофты мутить себе, да? Офигенно. Я не знаю, зачем мне это надо, но это, блин, прикольно. Дата выпуска. 1977 год. Этой штуке 41 год. На самом деле здесь так всего много, что я даже не знаю, за что взяться. Свечки церковные. Смотрите, что я нашёл. Просто, ребята, смотрите. А, я нашёл прикольную штуку. Это калейдоскоп. Калейдоскоп. Тут даже написано. Я в него посмотрел, и он грязненький такой. Ну, в принципе, рабочий. Советский. Ну, мы к этому ещё ко всему подробнее вернёмся. А пока вот стояла такая баночка. Открываешь её. Тут якобы набросано какой-то травы. Но если копнуть поглубже, то можно найти много-много монет. И ещё я нашёл вот такой набор из трёх игр. Шашки, шахматы и нарды. Очень старое всё. Нас интересуют вот эти вот мешочки. Отгадайтесь, чем они, ребят? Тут опять находятся монеты. Смотрите, очень много монет. Здесь. И вот здесь. Очень много старых монеток. Итак, давайте проверим, что находится у нас в этой коробке. Что там за монеты в тех самых кошелёчках. И что за монеты в этой баночке тоже. Начнём, пожалуй, с этой коробки. Это игральное поле для шахмат, шашек и нарды. Откладываем в сторону. Ну, здесь находятся вырезки из газет о играх, про шахматы, про нарды. Вот тут даже японский гороскоп. Это, в общем, всё мне неинтересно. А мне интересно сейчас, ну и думаю, что вам, что за монеты находятся в этих кошелёчках. Давайте их все выложим. Хо-хо, такая вот гора денег. Отложим их пока в сторону. Ещё хочу посмотреть, что же здесь. Я думаю, что, в принципе, здесь монеты те же самые. Будут просто они в другой упаковке. Вон, видите, как много травы. Монеты были спрятаны в траве в этой. И сейчас денежки все повыбрасываем. И сейчас я хочу их как-то рассортировать по годам и по номиналу. Тут находится одна копейка 70-х годов, 80-х, 90-х и 2000-х. Также одна копейка даже 69-го года попалась. Две копейки 90-х годов, 80-х годов. То есть там и 81-й, и 86-й, 87-й. Всё в одну кучу. Просто по десятилетиям распределил. Три копейки 90-х, 80-х, 70-х, 60-х, 57-го года. И самое старое. Это спойлер ко всему. Самое старое. Три копейки 1940-го года. В первую очередь я, конечно, думаю, что сколько это всё стоит. И думаю, что стоит обратить внимание именно на старые монеты. Я открыл первый попавшийся сайт по продаже и купли монет старинных. И результаты меня шокировали. На самом деле очень сложно узнать стоимость всего этого. Потому что приходится очень много копаться. Здесь, как видите, написан каждый год, в каждой монетке. Одна копейка, две и каждый год. И здесь везде написана предполагаемая сумма. С учётом того, что монета будет в идеальном состоянии. У меня здесь из старых идеального состояния нет. Но также написано, если она прям суперидеальная, то стоимость её может в разы повышаться. На некоторые монеты цены безумно высокие. Например, 2 копейки 1927 года. 120 тысяч. Есть за 3 тысячи какие-то, да? За 13. У меня таких копеек нет. Так, давайте начнём, пожалуй, с 15 копеек 61 года. 15 копеек 61 года стоят 10 рублей. Так, давайте проверим 5 копеек 61 года. Тоже 10 рублей. Это что такое? Чё они такие дешёвые все? Господи. Вот если бы у меня было 5 копеек 65 года, то они бы стоили бы 4 тысячи рублей. Давайте, наконец, проверим монеты 3 копеек 57 и 40 года. Таран, сейчас просто будет 50 тысяч. 3 копейки 57. 20 рублей. Она ж такая старая, почему? 3 копейки 40 года. Ну, это по-любому должно нормально стоить. 50 рублей! Что с этим миром не так? Почему так мало? Она самая старая. Ей уже, пардоньте, 60... 78 лет! Ну, вот такая гора монеты. Я не знаю, что с ней сейчас делать. Я её отложу. Может быть, у меня как-нибудь дойдут руки. Не знаю, может быть, разыграю её позже. Кому-то отдам. Может быть, что-то продам. Я ещё пока не знаю. Я пока вам просто показал и рассказал, а можно ли на этих деньгах, тавтология, заработать денег. Я думаю, что это уже отдельная тема для разговора. Ну, а пока давайте я вам покажу, что мы убрали уже в этой квартире. Время в начале ролика разнится с этим временем, которым я сейчас это снимаю. Уже прошла где-то неделя. И посмотрите, как мы убрали зал. Это уже похоже на квартиру. Теперь вот так вот всё. Все банки мы раздали. Это кухня. Холодильник мы собираемся сдавать на металлолом. Весь пластик по максимуму старались отделить. Поэтому это мы будем в скором времени вывозить. Почему на металлолом? Потому что здесь очень много металла. И здесь не только холодильник. Вот смотрите, целая гора металла. Ещё здесь вот это всё. Какие-то гвозди. А ещё печь. Полочки какие-то. Всё металл. И это мы всё будем сдавать. Маленькая комнатка, где убиралась моя мама, выглядит уже так. Я психанул и решил начать делать ремонт. На самом деле очень убитые стены. И я пришёл к такому выводу, что это будет такой косметический ремонт. То есть без выравнивания стен, без отбивки, штукатурки старой вот этой. Потому что у меня не так много денег. И это будет очень долго по времени и очень сильно затратно, если я буду делать прям всё как полагается. И возможно кто-то из вас сейчас посмотрит и подумает, ой, ему надо оторвать руки. Ну в принципе да. Потому что так ремонт не делают. Стены по умолчанию, которые стояли. Её видимо известкой покрывали. И сейчас я просто сбиваю шпательком все бугорочки, все неровности вот таким образом. Вот уже прошёл эту стену и эту стену. Этот стиль ремонта я называю нищеброд-миллионер. И я сейчас похож на какую-то доярку. Я сегодня сходил, купил штукатурку, грунтовку, валики, там кисточки и все дела. Убираю всю пыль со стен, штукатурю. Возможно даже в два слоя. Ну а потом буду красить. Сейчас отодвинул шкаф и смотрите какие здесь артефакты. Тут даже есть веник. Старая розетка от радио. Просто из говна всё сделано. Где? Почистили, помыли стены. Всё то, что отвалилось, отвалили. И здесь очень много дырок в стенах. Смотрите, просто проход в Нарнию. Это что такое? Там вообще капец, я не знаю. Там просто кусок кирпича вылез. Смотрите. Чё за жесть? Здесь я уже немного подшаманил. Тоже было очень глубоко. Ну что, буду работать дальше. Сейчас опять намешаю смесь. И буду каким-то образом эти все щели заделывать. Работаю ещё до хрена. Уже 10 часов вечера. И если честно, у меня уже просто нет сил. Мы всё тут делали. И потолки мыли. Потолки ненавижу. Вообще много работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова